Привет! Сегодня мы находимся в кафе Компот, где проходит презентация Рома до Банго. Сюда приглашены одни, наверное, из самых лучших парков нашего города, для того, чтобы они поближе познакомились с продуктом, смогли отзнать его вкусовые качества, аромат, попробовать, приготовить коктейли. Кстати, один парк, а я имею в виду, приготовил коктейль. Очень популярный в том заведении, где он работает. Ну, что ж, посмотрим, как прошел сейчас. Сахарный тростник – это такое специфическое растение, благодаря которому ром, вот, допустим, элементарный сильвер является таким, какой он есть. Он же не вытяжен в бочках, он, ну, это обычный дистиллят, но специфика и ароматика, допустим, тропических растений каких-то, кокоса присутствует в роме сильвер. Это все именно благодаря сахарному тростнику. Сахар получали из сока сахарного тростника и оставался побочный продукт. Это патока, еще ее называют малиса. В общем, этого побочного продукта было очень много и решили, в общем, из нее производить алкоголь. Каким образом? В эту патоку добавляли дрожжи и в последующем дистиллировали. Тот ром, который делали 300-400 лет назад, он существенно отличается от того напитка, который мы знаем с вами сейчас. Также есть две технологии, касающиеся перегонки. Первая – это перегонка в аппаратах под стил, то есть та технология, которая перегоняет, допустим, односолотовые виски, и технология непрерывной перегонки, ректификация, скажем так. Это аппараты непрерывной перегонки, в них по большей части сейчас и делают ром. Молодой, коктейльный продукт, чистый, без лишних ароматов, которые, как правило, ром взбирает в себя, ну, в принципе, как все остальные напитки, которые побывали в бочке. Вы считаете, что он чистый? Нет, это чистый ром, который не был в бочке и не вобрал в себя ароматы, которыми она обладала. А спаз добавляют? С цвета. А спаз с пряностями, они туда реально добавляют. Чистый ром, конечно. В общем, тебе за твою храбрость. Спасибо! Единственный участник и единственный победитель. Да, да. Попробуем. На протяжении моих последних трехсот лет ром производили по большей части именно сильвер и в основном для коктейлей. Основным рынком потребления ромов всегда была Америка. Основным. Они вообще очень много алкоголя употребляют, но это очень такая коктейльная страна и по большей части именно сильвера они употребляли, потому что вы же сами знаете очень много коктейлей на основе рома.